Даете ли Вы право на запись этого интервью и на его последующую публикацию? Да, безусловно. Ромчик, пожалуйста. Да, да, да. Как Вас полностью фамилия и имя, отчество? Бобов Тимофей Александрович. Бобов Тимофей Александрович. Значит, Тимофей Александрович, год Вашего рождения, число месяц? 08.01.1996. Так, где родились? Рабочий поселок Лопня, Псковская область. Фактически полный адрес проживания? Рабочий поселок Лопня, Псковская область, улица Матросова, дом 4. Состав семьи? Мама, папа, две сестры родных, жена его детей. Успели бы нормально это вот. Как Вы попали в Украину? Я подписал контракт. Я, все на YouTube-канале есть, я, короче, тренинг курил, вес у меня 95 кг был. Потом, короче, на рынке торговал, и тренер говорит, типа, подписывай контракт, будем мастера спорта по боксу выполнять, то есть сборный. То есть ни наряда не привлекаешься никуда, то есть тренируешься в основном. Две тренировки в день, в 11.30, в 19.30. Я подписал контракт, уже 4 месяца как служу. И такая ситуация, что нам говорят, ну, никуда, ну, я вот в поля не привлекался, на стрельбу не привлекался. И тут говорят, все без исключения едут на учения в Беларусь. Я прошу прощения, перебью, Вы говорите, все на YouTube-канале есть. На каком YouTube-канале что есть? YouTube-канал Тимофей Бобов. YouTube-канал Тимофей Бобов. Можно перейти и посмотреть о жизненном пути этого человека, я так понимаю. Там все, 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 жизненный путь. Там показаны места, локации, в которых мы находимся. Нет, нет, военные, естественно, не. Нет, не военные, то есть по этому каналу можно будет понять, что Вы как раз житель России? Да, что я реальный человек, что да, да, да. Начал тренироваться по две тренировки. Скинул до 78 килограмм, тренировался, тренировался, привлекли на учение. Полтора месяца мы месяц где-то жили в полях, то есть в палатках. Звонил жене, все нормально было. Ну, я предполагал, то есть я, ну, то есть мы смотрели источник, источник информации, то есть я анализировал источники нашей пропаганды, то есть я вообще YouTube-канал смотрел, ну и предположил, что может быть война. Вот, и, собственно говоря, ну, все равно мы до конца не верили, там, у меня друг говорит, 21 февраля поедем домой, ну, января, точнее, до февраля, да. Ближе. А, видно. Ну, поедем домой, думали. И, соответственно, ну, до последнего, а потом нам выдали боеприпасы. Командир нам толкнул речь, мы уставшие, взгляд стеклянные, то есть задрочные, грубо говоря. И посадили нас ночью на БМД. Мы в бейсантном люке спали, ехали, спали до первых выстрелов, там, ну, мы долго спали, достаточно-таки, то есть мы проехали, я через щель видел, как мы проезжали Чернобыльскую границу. Вот, и, соответственно... Но вы проезжали Чернобыльскую границу, уже понимали уже, что вы входите? Ну, я все, думаю, вот это попадалось, думаю, что делать, то есть, в таком моменте, ну, просто вообще, это, блядь, стоять в чужое государство, приехать, что-то с автоматом, ну, короче. Если хотите материться, вы можете материться, то есть это... Это ужасно. То есть у нас неформальное общение, то есть вы можете ходить, как считаете? Ну, вот, были очень удивлены, шесть ребят из сборной забрали, мы, когда... Первый бой, нас трясло, короче, но мы не видели, откуда стреляли, только видели, что трассера летают. Мы поехали на дорогу, отступили, встали на дороге, стояли, ждали. Ночью нам пришел приказ проехать город. Я нечестно, не знаю, как название города, проехали город, поехали дальше. А вы уже тогда задавались вопросом, что вы делаете в Украине, что вы, мирные машины, вот эти... Да, конечно, тошно, мы даже страшно и тошно, и так... Я первого трупа, когда увидел, чуть не переблевался, то есть это жуть, вообще жуть такая. Не, я понял, тут суть не в том, а вопрос в том, а спрашивали ли вы кого-то, что мы здесь делаем, почему, куда мы едем, какая наша цель? Да, сказали, что командир перед выездом нас построил, говорит, что это для того, чтобы, короче, ядерные ракеты Америка не поставила на Украине. Вот это главная цель, главная цель, как мне, как командир сказал. Блокировали установку ядерных ракетов? Ну, что-то, да, что-то в этом роде, короче. Да там просто, вот представляете, ребята, 18-19 лет, им дают возможность, то есть, или год срочки, или два года контракта. И они, соответственно, чтобы год просто так, ну, то есть, в жизни не просирать, грубо говоря, что за зарплату, подписывают на два года контракт. И их... Чтобы получать зарплату. Да, да, и их просто так же, на войну, просто пацаны... Так и срочников отправляют, вашего сюда. Ну, срочников я не слышал, но... Ну, я уже пообщался минимум с двумя личными. Ну... А у одного даже автомата не было. Говорит, мне даже автомат не дали, я там печку где-то топил, мне сказали, садись ездить. Нет, нам дали нормальный боезапас. У тебя какое оружие было? АК-74. Сколько магазинов? Четыре магазина. До этих учений сколько раз ты стрелял? Да вообще не стрелял. Даже в Беларуси нас вызывали на полигон. Мы походили, потусили, потусовались там, постояли, просто задрочили, что мы прошли с далеко, в броне, во всей этипировке и обратно. То есть, войдя на территорию Украины, ты из боевого автомата не стрелял? Не стрелял. Вот, и соответственно, поехали-проехали, встали на склады, что типа продовольствие там, в сухпои там не рассчитали, дали, там по дня, по два, по три не ели. И соответственно, мы приехали, командир полкан у нас наорал, он говорит, идите все вон, выставил охрану и начал там тоже говорить, как загрузили два КАМАЗа небытовой техники и куда-то увезли. То есть, такой момент. Чего он сказал, идите все вон? Ну, выставил охрану вон на складе, чтобы не ходили, чтобы... А, не шастали. Дальше. Ну, вот загрузил два КАМАЗа и увез. Потом мы стояли, стояли, стояли. Вечером пришли, говорим, пацаны, воды там взять, покушать там. Они говорят такие, нет, нельзя. А потом говорят, ладно, водички мы взяли воды, короче, вот такие маленькие бутылки, пару ящиков. И потом поступил КАМАЗ, а команда, короче, отступать. То есть, мы поехали в лес обратно. Поехали в лес, встали, так же окопались, как паниры. Командир роты пошел там со снайперами по домам. Мы, короче, сидели, костер жгли. Когда темнело, костер тушили. Потом командиры начали... Они говорят, поедем на зачистку в Гастоми или Буча. Командиры говорят, мы не поедем. Ну, типа, вы что? То есть, лейтенанты, командир роты там, типа, ну, начали возмущаться. Мне говорят, ну, ладно, поедем к Солодам туда же обратно, поставим блокпост и все. А что подразумевает под собой зачистка? Как вот, я не военный человек. Ну, что взять под контроль город. А, ну, взять под контроль город в случае сопротивления мирных жителей, например, или там гражданских... Ну, честно говоря, нам, только я понял, там, как командирам взводов и там старшим сержантам давали травматические пистолеты. О, интересная версия. Первый раз это слышали. ОСА, ОСА такие четырехзарядные. То есть это какое число? Ну, буквально через три дня, через четыре. А зашли вы 24-го? Да. 24-го. Ну, хорошо, давайте ориентируемся. 28-й, оттуда, окей. Дальше. Встали, короче... А, мы приехали, девятиэтажки. Девятиэтажка, одного стройка. Командиры там все зачищаем. Ломами двери, короче, с ксиками прям вырываем. Командироты говорят, я устал, надо держи лом. Мы начали вырывать, короче, двери. Кто-то открывал нам, сами люди. Людей в подвалы спустили. Дали медикаменты им, кому надо, там, если пожилые, непожилые. Где начали вырывать двери? Какой лом? Просто монтажка станка. Я понял. Вы, может, я что-то пропускаю уже из-за утомления, просто. Ну, вы сказали, выставили блокпосты, встали, стояли. Мы не выставляли блокпосты, мы не успели. С нами приехали еще два камаза ОМОНа. Когда он начал работать миномет, они собрались и уехали. ОМОН. А нам сказали стоять, короче, до конца. И мы стояли. И где вы стояли, конкретно? Во дворе дома. Во дворе жилого дома? Вы не знаете, какой это был населенный дом? Наверное, буча, ее склады, я не знаю точно. Хорошо, и дальше вот уже? Вот, мы людей, ну, то есть мы открыли все двери, взломали. Гражданских квартир? Да. А зачем вы ломали двери? Командир сказал, чтобы не было там военных, говорит, много было, типа, и что... Ну, чтобы не было сопротивления. Из-за того, что в этом городе жило много военных? Нужно ломать все подряд. Если я что-то не так понимаю, вы меня перебейте? Ну, командир дал приказ. Ну, еще раз. Очень интересно. Нет, безусловно, конечно, не надо было ломать. Конечно, не надо было. Но командир дал приказ, сначала они сами пошли. То есть мы стояли на охране. Потом командир говорит, я устал, держите монтаж, поломай. Стоял, смотрел. То есть вам дали монтажный лом. Да. Вы начали ломать все подряд квартиры. Я понимаю, вы заходите в подъезд жилого дома, высотного. Да. Правильно? Да. И начинаете ломать все двери подряд. Да. Правильно. И что за дверями, что вам люди говорят? Или никого не было? Нет, мы стучали в двери, если люди не открывали, то мы ломали. А если люди открывали? То в подвал их. Людей спускали в подвал? Да, да. Потому что миномет работал. По нам. И по домам. А, вы за людей переживали? Ну, я не знаю, командир сказал, что... Я не говорю, что... Ну, то есть не оправдую себя на самом деле. Просто командир сказал, что... Я не думаю, что вы себя оправдываете. Я просто пытаюсь вашу историю довести до зрителя. Конечно. То есть мы мирных людей... Вы насильно спускали людей в этот же подвал? Ну, сказали, да-да. Аргументирую это, что там безопасно. И сколько вы спустили, например? Я не видел. Потом я за командирой рот убежал. Выходит женщина. Давайте. Если вы сломали квартиру и там никого нет, что происходит? Ну, мародерничали все. Что забирали? Да и кто что там. Там капитан, который умер, он себе форму военную, медали какие-то забрал. Я нож взял. А так ценных вещей я... Нож где вы взяли? Лежит нож, кинжал хороший. В квартире? Да, я взял нож. Короче, все брали, что хотели. Да, я так понимаю. Так, чтобы долго это не рассказывать. Были и случаи, когда брали личные вещи людей? Ну, личные вещи я имею в виду, из одежды что-нибудь. Шапку, перчатки. То есть, что холодно было. Это вы брали? На кроссовке. Кроме ножа вы брали еще шапку и перчатки? Да. А ценные вещи? Деньги? Нет, ценные вещи, деньги не брал. На полиграфе все проходил, говорил. Не трогал. Вы уже пускали в подвал, ломали двери, забирали лишние вещи. Окей. Что дальше? Дальше... Потом нам говорят, что вторая рота не выходит на связь. Едите, короче, на помощь второй роте. Поехали к второй роте. Ездили, ездили, ездили. Приехали, они стоят во дворе дома. Мы приехали к ним во двор дома. Короче, приехали во двор дома, нам говорят, занимать оборону. Мы во дворе встали, в танки залезли, ну, как бы, и на патрулирование. Ночь, и командир будет, говорит, надо идти, говорит, садитесь в подъезде. Мы, короче, сели в подъезд на оборону, то есть первый этаж и верхнюю лесочную площадку. Командиры, соответственно, зашли в квартиры первых этажей. В 7-7-7 подняли на второй этаж, то есть они закрылись там, были дома. Вот. И вот. Вы все это время фактически находились в черте жилого квартала или же в жилом квартале, да? Можно, может, в середине, колено раздроблено. Конечно. Колено раздроблено у вас. Ну, это еще дойдем, мы там до ранения. Там случилось. Нет, тут просто такая есть история, что очень часто пишут в комментариях, ну, вы, поскольку ведете ютуб-канал, да, что мы, якобы, украинцы, прикрываемся жилыми кварталами. Но, видимо, тот, кто это пишет, он думает, наверное, что украинцы должны были выйти, стать, построиться в поле, их всех разбивают. И, ну, медведь-матрешка-балалайка, да? Да, да, нормально. Вы мне сейчас рассказываете историю, где вы в жилом квартале находились несколько дней. Это можно называть прикрытием мирными жителями или не прикрытием? Я думаю, можно это назвать. Но это происходила, разница, знаете, в чем? Между украинскими ВСУ, которые находятся, например, в Мариуполе и вами. Ну, что у дома ребята за свободу, за себя выявили. То есть мы находимся в своих городах? Да, я понимаю, да. И как бы занимаем удобные позиции, потому что мы вынуждены это делать, правильно? Безусловно. А вы? Я понимаю, что вы это. Приехали, дежурили, потом нам говорят, выезд. Мы такие, ну, выезд, ладно. Прыгнули на машины, короче, поехали. Командир батальона, там, у администрации встал, говорит, 3-я рота вперед, разведка сзади. Мы поехали, я еду, тут, короче, получается, снайпер, тут снайпер, командир роты и капитан-наводчик, то есть артиллерия. И еще наводчик, который на пушке сидит, на тридцатке, то есть который в башне сидит, и механик-водитель. Еду, так, прикрылся, короче, рации. И просто белый свет меня выбросил за дорогу. Я, ну, поднимаю голову, пытаюсь ногу поднять. То ли снайперская винтовка попала в тур, то ли ракета непосредственно в танк попала. Танк, башня в одной стороне, танк в другой, все выгорело. Слышу, капитан орет. Типа, говорит, помогите, 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 помогите. Я говорю, я не могу подползти, даже промедол вколоть вам. Он говорит, понятно. Ну, просил помощь, просил, просил, потом замолчал. Я попытался пошевелиться, подполз маленько, чувствую, что силы меня вообще протянули. Я вырубился. Прихожу в себя, артиллерия, ну, миномет начинает работать рядом. Нет, вопрос просто, я забуду сто процентов. Много ли попаданий с украинского миномета было в жилые дания? Да нет, я не видел, честно. Оскоренно, я не видел. Даже вот тогда, вот, когда мы были девятиэтажки, то есть в дом ни разу не попало. В основном, вот, во дворе. То есть, ваш спуск мирных людей в подвал, аргументированный тем, что вы их защищаете от украинского миномета, примерно настолько же аргументирован, насколько ваше вторжение в Украину, под видом того, что вы тут пришли кого-то защищать. Я правильно понимаю? Окей, хорошо. Ну вот, свет, флешка, отключились. Отключился, пришел, все артиллерии, ну, работает, соответственно, миномет. Бам-бам, снаряды падают. Я подполз, ну, ногу так закинул, на эту ногу, короче, как червяк подполз, бронежилет на себя накинул, думал, блин, все точно, короче, все. Потом бам, артиллерия, ну, миномет перестала работать. Я автомат скинул, бронежилет скинул, подползаю, беру радейку, говорю, ну, позывной, говорю, я такой-то, такой-то, говорю, у меня, говорю, 6,02 и я один, трехсотый. Какой позывной? Флакон. 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 Это у вас лично такой позывной? Нет, у нас гипноз был. У вас гипноз, у них флакон, какие еще позывные были вы подразили? Ну, я так, честно говоря, вот я, что мне сказали дублировать, я так особо не помню, что там, какие еще были. Я думаю, варяг, варяг был, что-то еще. Вот. И, короче, вот я пополз, начало уже темнеть, я пополз, смотрю дом жилой, залезаю в подвал. Залезаю в подвал, ложусь, меня вырубают. Я прихожу себя, что все, замерзаю, все, уже, все. Постучался в дом, мне говорят, мы тебя не откроем. Я говорю, я понимаю. Взял, нашел какую-то деревяшку вместо костыля, попытался выползти, упал пластом. Утро уже, смотрю, мирные люди идут. Я выползаю, так получается, такой подъем, выползаю, говорю, помогите, пожалуйста. Они прошли мимо, люди, потом побегают, я еще так поделился, думал, меня добьют. Подбегают две женщины, два мужчины. Я говорю, вы мне реально поможете? Они говорят, ты ровесник сыну нашему. Я охерел, они меня под руки взяли. Я говорю, я не хочу вырывать. Говорят, а где твой автомат с брони? Я говорю, я там бросил. Они говорят, там зеленый коридор, что-то в этом роде, что типа меняют плен. Я говорю, меня нора убьют. И потом уже забегает мужик, соответственно, с оружием. И вот я таким образом попал в плен. А вы понимаете, что вам повезло? Вы знаете, повезло вообще, в принципе, что выжил и что в плен попал. Как вы думаете, что вам вообще угрожает в Украине? Настолько цивилизованное государство, что и кормят, и вообще. То есть я очень удивлен на самом деле. А вы думали здесь что? Да я ничего не думал. Я просто слышал, что когда в плен берут, то всякие делают что-то такое. Слышать вы это могли от кого и откуда? А, среди ваших? Да, там в Тичне война была. Да, да. И пишут у вас в пабликах, что украинцы пишут в своих пабликах, в ваших пабликах пишут, что украинцы пишут в своих пабликах, что мы тут пленных кастрируем. И все слова я даже не могу запомнить. Как вы можете это прокомментировать? Я могу прокомментировать это так, что родители у меня поблагодарили, украинский народ, что выходили у меня. Потому что я приехал, 4 дня как овощ лежал, не мог шевелиться. А вы знаете, что потом сделали с Бучей? Нет, потом я... Изуродовали просто город, уничтожили. Людей сбрасывали вот так вот, уже просто в мешках, в полиэтиленовых, просто хоронили, просто потому что минных людей не было уже этих хоронений, не было возможности хоронить. Вы забыли рассказать историю про то, как убили мирного. Мы вроде договаривались, что вы будете рассказывать. Да, мы перед интервью договаривались, что это будет откровенный разговор, без вытягивания. Когда мы были у девятиэтажки, мой старший лейтенант, злотный старший лейтенант, Бровин Андрей Андреевич, и шел, короче, мужик, раненый или оконтуженный, и он пришел к нам. И у него было две гранаты при себе и оса. Мирное житье шел? Или кто? Ну, он такой вроде военный был в форме. Ага. Ну, как бы у него было оса и две гранаты. И я не видел лично, не могу утверждать 100%, но когда я с командиром жёлтой был, он сказал, что, говорит, там уже кровь была, когда я поднялся. И он, говорит, типа, скинул его с восьмого этажа. Еще раз конкретно, кого ваш старший лейтенант скинул? Человеку, который пришел с гранатой, и с двумя гранатами и осой. Вы видели две гранаты и осу? Нет, я не видел. Что вы конкретно видели? Я видел, как мужик поднимался, у него на голове кровь была, больше я не видел ничего. То есть это все это поскольку. Этот человек был в военной форме, который поднимался? Ну, такой вот, да, что-то вроде песочки и футболки. Так, вы видели человека, у него на голове была кровь, который поднимался наверх. Потом? Потом позвали командира роты, мы поднялись с командиром роты, Андрей Андреевич говорит, что допросил его, и он, типа, научился летать, как он сказал, что скинул его с восьмого этажа. Вы находились в этот момент где? Я находился с командиром роты, в подъезде, то есть я этого не видел, видел только лужу крови в подъезде. Так. Больше не было ничего. И вы видели труп человека, которого сбросили с восьмого этажа? Не видел. Не видел. Тут я... Можно говорить, да как есть? Можно говорить, да как есть? Я, у меня журналисты интервью берут, у меня журналисты интервью берут, и я тебе пару вопросов хочу задать. Вы, видно, не попадаете в кадр. Ну? Как папа, мам? Папа на работе, с папой все в порядке, и со мной все в порядке. Как темно, как сынок. И я с Сашей каждый день созваниваюсь, и дети нормально, все. Ну, ладно, короче, я живой-здоровый, не знаю, когда там, что, что, как, но, в общем, я живой. Ждем тебя, сынок, любим, все, давай. Звони, звоните. Мам, мам, не надо, чтобы ты на пару вопросов ответила. Один вопрос. Один. Ой. Мам. Ну, так я жду этих пару вопросов. Зачем россияне? Зачем россияне пришли на Украину убивать украинский народ? А зачем НАТО, ой, та самая, Украину напичкало орудиям? Чем? Каким орудиям? Чем? Инструкторами, чтобы напасть на Россию. Измени меня тут, дело было так. Или Украина нападет на Россию, или Россия на Украину. И не на Украину, а на НАТО. Мам. Можно еще вопрос? Можно я задам вопрос? Здравствуйте, меня зовут Владимир, я журналист. Скажите, пожалуйста, вот в других странах, в том числе, в Прибалтике, например, там тоже все то же самое и есть. Почему вы думаете, что именно Украина и в Польше это же самое все есть? Почему вы думаете, что именно Украина должна была напасть на Россию? С чего вдруг? А потому что там все планы ваши разработали. Мало того, что Украина создала еще коронавирус. И самое, сказали, что это Китай. А у вас там этих биолабораторий сколько? Мам, что ты слышишь? Так они были и при Союзе еще эти биолаборатории у нас и существуют лаборатории и уже доказано и подтверждено и множество фактов, что... все посажено у американцев. Мы нападали не на Украину. В смысле вся земля? В смысле вся земля у американцев? Что вы имеете в виду? Конечно, у американцев. Сынок Байдена там командовал, как у себя дома. Так или не так? Сынок Байдена был в Совете директоров одной из компаний в Украине. У нас демократическое государство, у нас есть компании различные и вот сынок Байдена был в одной из этих компаний. государство? Да вы предаток НАТО. Еще бы дня два-три и мы уже вступили в НАТО. Это уже все доказано. Так я еще раз задаю вам вопрос. Вот Польша, например, в НАТО. Почему вы считаете, что если бы Украина вступила в НАТО, хотя нас туда брать никто не собирался, напала бы на Россию? Почему вот именно Украина напала бы на Россию? А потому что так все настроили. Восемь лет укреплялись. Укреплялись, укреплялись. Оружие слали, слали на Украину. Ну, что же слали? Мы покупали оружие. Я прошу прощения, мы покупали оружие. Оно нам необходимо нашей армии, как и любой другой армии. Мы его покупали. Да вам сейчас деньги шлют. Миллиарды долларов. Сейчас, конечно, шлют. А что ли вы? За чьи деньги? Сейчас, после вторжения России, конечно, шлют. То есть вы за это, вот за все, да, за то, что мы должны были на вас напасть, вы пришли нас убивать, правильно? А за что? Я не за это за все. Я знаю, что горе и у вас, и у нас, и в России, и на Украине, и что мы, бедные русские, эти самые простые, простой народ, платим жизнью своих детей? Так или не так? За то, чтобы кто-то... За то, что вы думали, что на вас нападет Украина, да? То есть вы платите жизнью своих детей за то, что вы думали, или вам сказали, что Украина на вас нападет, да? Почему? Потому что это теория. Почему? Потому что это чистая теория, которую вам там рассказали, а фактов никаких нет. Украины для того, чтобы напасть на Россию. Ну все, ладно. Я перешу. Мам, ты не понимаешь видимо, я же видел это все изнутри, мам. Я понимаю, сынок. Мам, 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 да нет, мам, блядь, ну че ты, мам, мам, ты смотришь телевизор, потому что. Поговори с папой, он тебе донесет, папа адекватный мужик, ну серьезно, ну ты еще несешь-то. Папа, папа адекватный мужик тоже уже на моей стороне. Не может быть, папа. Мам, сынок, тебя переначали, прости, пожалуйста. Мам, ну какое переначали, ну че вы как зазомбированы-то все, мам. Ну серьезно, ну че вы как зазомбированы, мам, я тебе сколько лет говорил, что это все. Ты че зазомбированы? И Навального посадили, блядь, и вообще, мам, ну о чем ты говоришь-то? Бедный, бедный Навальный. Ладно, выход. Мам, ладно, спасибо, я жене позвоню, люблю тебя, береги себя. Давай, звони Саньке, нормально все будет, сынок. На них еще не по-неизвестному, давай, люблю тебя.